ОМ НАМО БХАГАВАТЫ ВАСУДДИВАЯ ШРИША ПАНИШАТ МАНТРА ШЕСТАЯ ШРИША ПАНИШАТ МАНТРА ШЕСТАЯ Я ТОТ, КТО, ТУ, НО, СОРВАНИ ВСЕ, ВХУТАНИ, ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, АТМАНИ В СВЕЗИ С ВЕРХОВНЫМ ГОСПОДОМ ЭВА ТОЛЬКА, ЭН АНУ ПАШЬЯТИ, НАБЛЮДАЕТ ВСЕГДА СОРВАБУТИШУ В КАЖДОМ ЖИВОМ СУЩЕСТВЕ ЧА И АТМАНАМ СВЕРДУШУ ТАТА ТАТА НА НЕ ВИДЖУГУПСАТЕ НЕНАВИДИТ КОВОЛИБО Перевод и комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты СВАМИШИВА ПРАБУПАДА ТОТ, КТО ВСЁ ВИДЕТ СВЯЗНОМ С ВЕРХОВНЫМ ГОСПОДОМ, КТО ВИДЕТ ВСЕ СУЩЕСТВА КАК ЕГО НЕОТЬЕМЛИМОЙ ЧАСТИЦИЙ И ВЕРХОВНОГО ГОСПОДО ВО ВСЕМ НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕНАВИСТИ КОМУ-ЛИБО ИЛИ ЧЕМУ-ЛИБО ЭТО СТИХ, КОТОРЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ЛОГИЧЕСКИ ВОЗНИКАЕТ ИЗ ПРЕДУЮЩИХ Если в предыдущих стихах, последних двух, описывалась природа абсолютно истинной, её недвойственное состояние, такое парадоксальное, Верховный Господь, Который ходит и не ходит далеко и близко, то здесь описывается природа того, кто может понять эту истину. То есть здесь описывается квалификация человека, который познал эту абсолютную истину, который в совершенстве в виде Бога и находится на этом духовном уровне. И вот здесь описаны его качества. Здесь есть комментарии Шлопрабхады, мы его прочитаем. В этой мантре описывается Махабхагавата — великая Личность, которая всё видит связанным с Верховной Личностью Бога. Есть три стадии осознания присутствия Верховного Господа. Конечно, Татрикари — это человек, находящийся на низшей стадии осознания Господа. Он приходит на место поклонения, церковь, храм или мечеть, в зависимости от исповедуемой им религии, и поклоняется там в соответствии с указаниями Писаний. Такой преданный считает, что Господь присутствует только в этих местах и нигде больше. Он не способен определить, какое положение занимает каждый в преданном служении, то есть судить о том, какова глубина осознания человеком Верховного Господа. Такие преданные следуют шаблонным предписаниям и нередко враждуют между собой, считая, что какой-то один тип поклонения лучше другого. Таких, конечно, Татрикари, находящихся на низшей ступени преданного служения, называют преданными материалистами, подразумевая, что они лишь стараются освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. Вот здесь даётся такое научное объяснение квалификации человека. То есть разные уровни осознания существуют, абсолютные истины. И начиная, конечно, от Татрикари, заканчивая Махабхагаватой, хотя сам стих описывает Махабхагавату, тем не менее к этому уровню Махабхагаваты существуют ступени. И вот первая ступень, более-менее, которую можно назвать квалификацией, это Каништа Атхикари. Атхикара означает квалификация. И здесь даётся эта характеристика, что это за человек, каково его видение Бога, как он его понимает. И очевидно, что такому человеку необходимы какие-то внешние атрибуты. Для того, чтобы понять абсолютную истину, ему нужно опираться на материальную действительность, на материальную энергию. Поэтому здесь говорится, что, как правило, он посещает либо церковь, либо храм, либо мечеть. Это уже не так важно, не так принципиально. Потому что здесь речь идёт именно о квалификации, не о вероисповедании. Мы не делим людей по вероисповеданию, потому что ведическая наука, она как бы подходит несколько с другой стороны к этому вопросу. То есть мы не делим людей на христиан, на мусульман, на буддистов. Мы просто смотрим на уровень осознания человеком, Бога, насколько он осознаёт абсолютную истину. Поэтому здесь речь идёт о универсальных общих понятиях, которые приложимы не только к нам, Вайшнавам, кто практикует сознание Кришны, но приложимы к любым категориям людей, которые относят себя к верующим. И мы можем классифицировать их в соответствии с этим критерием, таким научным, чётким критерием. И что же означает «каништа»? «Каништа» означает вера, которая ещё недостаточно развита, довольно слабая вера, человек неустойчив. На этом уровне его можно сравнить с водой, которая то замерзает, когда холодно, то оттаивает, когда тепло. То есть вера очень слабая, колеблющаяся и зависимая от каких-то внешних обстоятельств. Вот это начало духовной жизни. И, разумеется, таких людей можно встретить везде. Причём, что интересно, такие люди могут быть встречены даже на высоком уровне, чисто с внешней, с мирской точки зрения, по уровню карьеры, например. Это может быть и Папа Римский. То есть сама иерархия не так важна, это может быть и Саньяси, может быть Папа Римский, может быть человек, занимающий высокое положение в этой иерархии, как бы внешне, но всё ещё находящийся на таком довольно низком уровне. Познание абсолютно есть, но всё ещё может быть «каништа» и «кари». Поэтому нельзя определить уровень ваишнава или уровень человека трансценденталиста, его духовность по каким-то внешним признакам, по одежде или по положению, по количеству инициаций. И это всё не имеет такого решающего значения. Хотя неплохо было бы, чтобы одно дополняло другого, но на самом деле мы должны смотреть на качество. И вот здесь даются характеристики. И как мы сказали, во-первых, ему очень важно как-то сориентироваться в духовной жизни, поэтому таким людям очень важны храмы. Иногда Шлабрупада говорил довольно жёстко в некоторых комментариях, он говорил такую вещь, что храмы нужны для негодяев. Не в том смысле, что плохо ходить в храм, а в том смысле, что большинство людей находятся под влиянием гононевежества и не способны увидеть Бога в окружающей его природе. И чтобы хоть как-то их сориентировать в пространстве, для них строятся храмы, чтобы хоть как-то направить их в позитивное русло. Поэтому храмы, традиция построения архитектуры, храмов, таких мест, где можно поклоняться Богу, она очень древняя и очень важная для людей, потому что большинство людей в материальном мире не способны видеть Бога глазами. У них нет такого видения. Такое видение есть только у Махабхагаваты, но здесь он пока описывается только в самом стихе. Но в комментариях Шлабрупада ещё не затронул эту тему. И чем же важен храм? Он позволяет нам увидеть Бога как бы локализован, что вот в этом месте идёт богослужение, вот в этом месте это Божий дом, храм Божий или место, где живёт Бог. Если ты войдёшь сюда, то, пожалуйста, хотя бы забудь все свои проблемы. Это как бы такое место, которое помогает человеку войти в состояние духовности. Или как можно ещё сказать, иногда люди говорят, место силы, куда входит человек и забывает все свои проблемы хотя бы благодаря этикету. Когда же в боевых искусствах есть такое правило, если вы входите в зал, где идёт тренировка в боевых искусствах, неважно, что это айкидо или это карате, это джудо, восточное единоборство, там есть этикет. При входе вы кланяетесь, и когда вы кланяетесь и входите в зал, вы должны забыть все свои проблемы, все свои дела, все свои события в течение дня и погрузиться полностью в процесс тренировки, процесс совершенствования Духа и Тела. И то же самое храм. Любой храм — это место, где нельзя скорбеть. Например, мы должны переходить в храм, настроение скорби, согласитесь, это уже само по себе, дисциплинирует человека и настраивает его на духовный лад. То есть он входит туда и чувствует некое благоверение, почтение. Я помню свой детский опыт, что всегда, когда видел какие-то храмы, ну какие у нас тут в Алма-Ате были храмы, Никольский собор, допустим, мы всегда, когда вместе с родителями ходили на рынок, там рынок был, был также кинотеатр Целины, меня всегда интересовал храм с такими вот голубыми интересными куполами, со звездами на вершине, на этих куполах. И меня всегда тянуло туда зайти, и я хотел и просил родителей зайти туда внутрь. И помню ту атмосферу до сих пор, атмосферу вот этого пространства, которое так вот интересно структурировано, что вы входите и чувствуете, что прям как будто бы воздух даже изменился. Когда заходите в это помещение, ум сразу же умиротворяется. И эти изображения Иисуса Христа, иконы, свечи, и всё это произвело тогда в детстве, на меня сильное впечатление. Люди, которые просили подаяния, я помню, что раздал все мамины деньги, даже бумажный рубль отдал всем этим нищим. И до сих пор в моём сознании живёт этот образ Иисуса Христа, который в храме, и который стоит как бы на вершине, не на воде, не тонет прям вот на водной глади. То есть храм имеет сильное влияние на человека, как самскара, очень глубоко, и входит глубоко в сердце, в тонкое тело буквально. И более того, храм важен тем, что там происходит, как правило, поклонение, связанное с Панчератрикой. То есть там регламентируется деятельность человека. То есть, например, если православный храм, то там нужно стоять с прямой спиной всю службу. Скорбеть нельзя, но и радоваться тоже там слишком не разрешают. Просто человек должен быть вот такой молчаливый и произносить только молитвы. И сосредоточенный, должен раскаиваться там в своих грехах и выходить оттуда как бы обновлённым, очищенным. В наших храмах существует масса-масса процедур, которые связаны с поклонением. Тут поклон, при входе в храм поклон, Вайшнаву, затем пришли праупади, затем подходим к алтарю и делаем поклон алтарю. И затем мы погружаемся в практику. Либо это мангаларати, либо это джапа, либо вечерняя программа, либо мы непосредственно служим на алтаре с нему прахманы. И вся деятельность, она настолько регламентирует наш образ жизни, что наш режим дня постепенно становится полностью как бы синхронизирован с режимом дня Кришны, потому что Кришна встаёт рано, и мы встаём рано, ещё раньше, чем Он. Не ради себя. Мы забываем, что мы сова или там жаворонок. Кришна встаёт, мы должны встать раньше, если у нас обязанность служить на алтаре. И мы совершаем массу процедур, которые занимают прежде всего наше тело материальное. И для конечного текаря это чрезвычайно важно. Если он не займёт своё тело в служении Богу, то его займёт материальная природа. Трибуны материальной природы быстро найдут ему занятия, любое другое занятие, лишь бы не поклоняться Богу. Поэтому процедура продумана так, всего этого поклонения в храме, чтобы человек был занят как можно дольше в храме. Если может, то остался там навсегда. Можно остаться навсегда, это бывает такое с людьми, когда человек, он становится монахом. Как я читал одну книгу православную, называется «Не святые, святые». По-моему, там был такой пример одного человека, который перед свадьбой решил как-то покаяться, поехал в монастырь где-то в России. А когда он приехал туда, там встретил старца, старец взял его за волосы и говорит, «Слушай, а ведь ты грешеный, ты должен остаться здесь в храме и жить как монах». И он остался там какое-то время, после чего вообще забыл про свою невесту, про всю эту женитьбу, и почувствовал, что в нём пробудился какой-то вкус к монашеской жизни, о чём он не подозревал до тех пор, пока не побывал в этих стенах храма. И про таких людей говорят, что Бог их как бы призвал. Если Бог призвал человека в монахи, то его семейная жизнь уже никогда не сложится, то есть он будет посвящён этому до конца жизни. И вот там есть своя своеобразная атмосфера. Может быть, там в православных храмах нет, значит, такой панчарятрики ярко выражены, но они тоже много трудятся и молятся, их основное занятие. Если тело молодое, оно должно совершать физические усилия. И тогда постепенно оно сосредотачивается на духовной практике, и человек начинает понимать свои духовные внутренние энергии, которые существуют в нём, начинает чувствовать, что внутри что-то двигается в его сердце, происходит изменение в сердце. Он становится воспримчив к слушанию, к киртану. Начинается внутренний процесс. Если этот процесс налаживается, то постепенно человек переключается больше на внутреннюю деятельность, чем на внешнюю. Но внешняя деятельность на начальном этапе чрезвычайно важна. Храмы, желательно, чтобы их было много, они должны открываться по всему миру. Так хотел Шла Прабхупада. И, может быть, даже в каждом доме храм. Я слышал, что в Сатте-югу, допустим, все люди были парамахамсы, и храм у них был как бы в сердце. Алтарь в сердце, Бог в сердце, они чётко его сознавали, они были махамагаваты или парамахамсы. Потом в следующую эпоху уже не так было это очевидно, и нужны были какие-то внешние атрибуты. Допустим, в каждом доме был храм и алтарь. Уже в следующую эпоху храм стал отдельно существовать от жилища. И в Кали-югу храм забыт. Очень много храмов, которые просто забыты, и люди их не посещают. Есть другие храмы, где служат каким-то материальным ценностям. Это банки, это развлекательные центры, всё очень похоже тоже на храм, но Бог там — это деньги. И люди забывают о поклонении непосредственно Богу и храмовые стандарты. Самый последний храм строил Соломон. Это было в прошлую эпоху. Это в христианской традиции. Но если смотреть в ведическую традицию, то, в принципе, там до сих пор, если поехать во Вредаан, в каждом доме можно найти какой-то храм, алтарь. Это всё ещё существует, живёт как традиция. И это хорошо. Если в доме есть алтарь, если есть храм в городе, в Ятре, то храм, который в Ятре, в городе, он является центральным храмом. Центральным и божества центрального храма являются главными, и поклонение там является самым важным. И затем уже домашние божества и домашние храмы, алтари. Но в масштабах мира главным храмом для нас является храм Майяпури, который строится в ведическом планетарии, и храм, который сейчас существует в Панчетатве. Это является как бы изначальным таким корнем, или как бы проекцией духовного мира и корнем, откуда разрастается поклонение по всем городам, по всем регионам, в Россию, Казахстан, везде-везде экспансия. Разрастается как дерево. Но корень там, в Майяпури, потому что это место рождения Господа Чайтани. То есть там вход, как бы портал духовной реальности, мы должны видеть эту связь, что все храмы между собой как бы взаимосвязаны, как посольство духовного мира. И, конечно, для Канешатикарии важен этот момент. Поэтому Шла Пропада не экономил деньги на строительстве храмов и старался вкладывать туда как можно больше денег. Если посмотреть на Майяпурский проект, то это грандиозный проект, который привлечет внимание тысяч людей. и одно их внимание к этому храму заставит их стать сразу же квалифицированными людьми. Одно их внимание и даже попытка приехать в этот храм и посмотреть этот храм сделает их, конечно, от Икари. С этого начнется их путь. Их уже нужно будет считать вайшнавами, уже даже квалифицированными. Но их квалификация будет, конечно, начальная квалификация. Но, как видите, это самое большое количество в процентном соотношении людей. В духовной жизни в основном люди на этой стадии находятся. Конечно, в Икари. Их может быть много. Они еще могут не совсем быть похожи на вайшнавов. Но уже у них есть интерес. И трудно даже представить, сколько людей, конечно, приедет туда. Наверное, аэропорты будут переполнены и нужно будет дорогу строить. И тысячи, тысячи людей, если не миллионы, рано или поздно будут посещать этот проект. Такой план шло, правопады. Я помню даже иногда где-то по новостям как-то я видел, показывали Кришна Баларам Мандир в связи с праздником в холле. Съемку делали в нашем храме во Вриндаване. А еще когда-то я видел передачу клуба путешественников, где Синкевич, знаменитый ведущий путешественник, тоже каким-то образом попал в храм Кришна Баларам Мандир, ел там просады, общался с Вайшнавами и через некоторое время оставил тело. И отсюда я какой вывод делаю, что, в принципе, он как бы начал свою духовную жизнь, получил даршан божеств. И, в принципе, с этого начинается конечно-то Атайкари. Он видит божества, он признает божество, он признает храм. И чем более грандиозный храм, тем крепче его вера. Но вместе с тем он также страдает некоторым фанатизмом. Здесь это описано, что такие люди, они могут ссориться друг с другом, ссориться с другими конфессиями или направлениями, противопоставлять свою религию другой религии. Вот это все симптомы конечно-то Атайкари. Иногда они могут вести себя даже как демоны, то есть весьма агрессивно. Допустим, проявление экстремизма это тоже проявление конечно-то Атайкари. Тоже, да, агрессивное проявление такой вот своей фанатичной веры. И большинство интеллигентных людей, разумных людей отталкивают этот образ. Они пугаются такого образа религиозного фанатика. И иногда поэтому религия и духовная жизнь как таковая теряют свою репутацию из-за конечно-то Атайкари. Они могут как бы разрушать этот позитивный имидж образ наносить такой фанатизм и они не могут. Почему? Потому что так как их вера достаточно слабая, как мы говорили, конечно, это означает именно слабая, неустойчивая вера, чтобы её укрепить, им всегда необходим какой-то внешний враг. То есть чем слабее вера таких преданных, тем фанатичнее, так скажем, их проповедь, тем агрессивнее их проповедь. Они строят её от обратного. То есть если, допустим, они видят, что человек ест мясо, а вот он уже не ест мясо, то в нём это вызывает массу негодования, волну негодования. Он с раздражением начинает обвинять всех в том, что вот они едят мясо. Вот это его характерная черта. Он агрессивен и выглядит при этом очень убедительно. Он может, знаете, даже проповедовать, но проповедь его носит такой какой-то злобный характер, как бы немножко злой такой. И это выдаёт его слабую веру. Так как его вера слабовата, он не уверен в себе, а когда человек не уверен в себе, он бросается защищаться сразу же. Это факт известен, что чем более человек слаб внутренний, тем он агрессивнее по отношению к окружающим людям, чтобы никто не заметил его вот эту слабость. И так он укрепляет эту веру. Он находит в себе также единомышленников и врагов, чтобы сражаться вместе с единомышленниками и с этими врагами. И вот ему важно с кем-то бороться, противопоставлять себя кому-то. И на основе этого его вера как бы укрепляется потихонечку. И вот этот кризис его роста, конечно, он может быть достаточно разрушительный, но я бы призвал всех как бы прощать это настроение, прощать, потому что это настроение подобно настроению ребёнка. Ребёнок тоже капризный, не так ли? Он рождается, он зависит от мамы, и маму уже во всём обвиняет, и как бы в то же время зависит от неё, может её ударить даже, толкнуть ногой, ну, младенец, я имею в виду, так, по глупости, по своей, в чём-то обвинить, и вот он такой вот весь в этом. Но вместе с тем он растёт, и так как он растёт, такого человека всё равно считают святым. То есть, в принципе, это начало святости. Конечно, от хикари его святость заключается в этом интересе к Богу. Интерес к Богу — это начало святости. Поэтому, вот, как бы он, каким бы характером он ни обладал ещё, даже, может быть, таким грубым и неотёсанным, всё равно его нужно считать от хикари, квалифицированным, нужно считать его святым, и нужно его уважать. Но уважать как бы несколько на расстоянии, не показывать ему, что вы его, допустим, сильно уважаете. Иначе он возгордится. Если он увидит, что вы ему кланите, может возгордиться, сразу принять это в свой адрес. И это ступень, которую желательно проходить быстро. Есть риск, если человек задерживается на уровне Каништата и Кари, он может очень быстро пасть. Если у него возникает застой на этом этапе, и он никак не продвигается вперёд, то через некоторое время он может бросить практику. Но это понятно, потому что если мы не достигаем каких-то результатов, то возникает ощущение бессмысленности деятельности, и человек оставляет попытки. Если не получает никаких плодов или значительных результатов, он бросает это занятие вообще. Поэтому нельзя оставаться долго на этом уровне. Есть также риск оскорбить других ваишнавов или попасть в какие-то неприятности на этом этапе, рассориться с родственниками. Конечно, ликари у них всё время проблема как быть с близкими, с родственниками. Они не могут с ними наладить отношения, они сражаются с родственниками, но как бы обвиняют их в чём-то, в том, что вот они мясо, например, едят или ещё что-то не понимают. И они против них тоже настраиваются враждебно, могут из дома уходить, какие-то действия совершать, за что их потом воспринимают как сектантов, каких-то неадекватных людей. И, конечно, от ликари, он действительно ведёт немножко себя маргинально, отделяется от общества, потому что он боится общества, он же знает теперь, что там майя, и люди все корми, да ещё и демоны. И единственное прибежище, которое он находит, это храм. Даже чтобы сесть, например, в автобусе на сиденье, он сначала перекрестит, потом сядет, такой вот, боится всего. И только в храме он чувствует более-менее себя безопасно и оттуда делает вылазку в этот мир. Иногда он оттуда делает вылазку, перебежками двигается по улицам этого города, и чтобы никто его не осквернил, чтобы никто не понял, кто он, себя ведёт, но со стороны выглядит это нелепо и пугает людей, потому что он скрывает что-то. Конечно, отрекари пугают людей тем, что что-то скрывает. Если человек что-то скрывает, то обычно это что-то нехорошее. Людям в голову не приходит, что скрывать можно что-то ценное. Наоборот, кажется, что скрывает, значит, плохо. Почему чёткий прячет, что у него в кармане, почему не показывает, почему вот так ведёт себя, так ходит, так разговорит, что за хвостик у него, что на носу нарисовано. Вот это всё вызывает непонимание и он ещё такой вот хмурый, умрюмый, смотрит на всех и тоже вызывает некоторое недоверие. Отсюда этот образ возник. Иногда пока такие образы демонстрируют в кино или высмеивают вайшнава в таком вот виде, встречая конечно от якари. Это такой смешной образ как бы гадкого такого ученка, который ещё не сформировался как личность, формирующийся, ещё толком не отказался от материальной реальности и ценностей, но ещё не пришёл к духовному каким-то реалиям. И поэтому они ссорятся здесь, говорится про Панда, также ещё и между собой. Они видят храм, видят себя, видят гуру, но совершенно не признают окружающих преданных и уж тем более не признают окружающих людей. Других преданных они воспринимают скорее как соперников. Возникает такая тонкая борьба между ними, очень опасная игра, тонкая, иногда она задерживается на годы, а то игра гораздо тоньше чем игра таких людей утончённых. Допустим, корми грубые люди, это факт. Есть очень грубые люди, которые думают, что деньги — это главное в жизни, кто думает, что главное — хорошие деньги и чувственные наслаждения. И вот они хотят быть просто богатыми, например. Есть ещё грубые люди, которые хотят быть просто сильными. Допустим, в тюрьмах люди решают всё с помощью силы. Сила, кто сильнее, тот и прав, как хищники. И там поэтому авторитет — это тот, кто имеет смелость и силу. Здесь тот, кто имеет деньги и власть, авторитет. Но есть люди утончённые, которые говорят, всё это ерунда, я не животное, чтобы быть сильным, я не жадный какой-то там мещанин, который хочет денег. Я хочу быть гением, например. И такие люди идут в искусство, на сцену, в живопись, например, или в музыку. И там они творят, занимаются творчеством. И вот в этой сфере творчества у них тоже возникает тонкая борьба между ними. Они не применяют грубую силу, но они пытаются соревноваться друг с другом на основе своей гениальности, кто более гениален. Они тонкие, утончённые люди, но у них тонкое, утончённое, ложное эго тоже. Но есть люди, которые ещё более утончённые, так скажем, они вообще идут в духовность сразу прямой дорогой. Они говорят, что такое? Всё это иллюзия. Зачем быть богатым? Зачем быть сильным? Зачем быть каким-то там художником или актёром, гением? Всё это майя? Пойду-ка я в святые. И они идут, становятся на духовный путь. У них есть тоже очень тонкая, тонкая гордыня. И когда они приходят в какую-то духовную атмосферу, в духовную сферу, в духовное общество, там они тоже пытаются как бы самоутвердиться. Опять это ложное эго хочет самоутвердиться. И тогда возникает тоже тонкая борьба, которая невидима. Это бойцы невидимого фронта конечта отъекария. Они внутренне, тонко друг другу завидуют. Конечно, иногда они это и грубо проявляют, как мы говорили, но мы говорим сейчас с точки зрения такого лучшего конечки, который уже не дерётся, но имеет такую тонкую, тонкую потребность быть признанным, прославленным, самым лучшим. И он верит в то, что он уже чистый предный, просто другие этого ещё не понимают, они ему просто мешают во всём. Он вот так вот действует. Это как волк, который прикинулся, знаете, вот овцой или прикинулся кем-то, там как это, голос себе изменил, стал разговаривать, как помните, сейчас говорятушки, ребятушки, отворите, отворитесь. Он ведёт себя так вот, как будто бы вот он вегетарианец, он следует Ахимсе, но стоит открыть дверь, он вас съест. Он всё ещё волк, потому что всё ещё тоже ложная эгость существует в нём. И вот эта борьба, если она длится долгие годы, она сильно затормаживает духовный рост. И если вообще не много таких людей, то они ведут вот эту тонкую борьбу между собой. Её не видно, на первый взгляд, если вы приходите в общину Вайшнава, в Ятру, вы не видите этого сначала, а потом вы начинаете это чувствовать, ощущать, как идёт вот эта вот тонкая борьба. И там, на этом этапе, люди как бы мучают больше сами себя. Конечно, Адикарь больше страдает сам от самого себя, как Дурьотана, который завидовал Махараджи Тиштири. Вот видите ли, Махараджи Тиштира провёл Раджасуя Ягью, и его так любят люди, а вот он Дурьотана не может, провести Раджасуя Ягью, потому что это может сделать только один царь. Если один царь в мире уже её провёл, то, значит, уже поезд ушёл. Но ему посоветовали провести другую Ягью. Он провёл другую Ягью, которая значительно уступала по уровням Махараджи Тиштири, и он страшно завидовал. И вот это вот настроение, конечно, Адикарь, они страшно друг другу завидуют, поэтому никак не могут наладить отношения в эту тему. Но если всё время в пространстве висит вот эта тема, взаимоотношения, 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 это говорит о том, что это общество, конечно, Адикарь, они никак не могут их наладить. Почему это сложно? Потому что в материальном мире отношения можно наладить как? Какие виды есть? На чём держится отношение в материальном мире? Семья держится на вожделении, но на вожделении этой культуры, нам это называют любовью, муж, жена, дети появляются, и там есть вот эта культурная форма вожделения. На этом всё держится, родственные связи, но в принципе это тоже самое на вожделение. В социуме всё держится на деньгах. Если мне платят хорошие деньги, я люблю и начальника, и работу, и готов трудиться, но если нет, я уже не готов, уже это вызывает у меня раздражение, когда возникает иллюзия какого-то сотрудничества, но когда вы приходите в духовное общество, вы не можете опираться ни на вожделение, ни на деньги, вы должны построить чисто духовный вид отношений, и это долгосрочная работа, поэтому может показаться, если вы приходите в общество, духовных людей, вам может иногда показаться, что вы попали в какое-то странное место, где люди какие-то странные, они всё время выясняют между собой отношения, что-то там происходит непонятное, кажется даже, что это какой-то сумасшедший дом, потому что это место очищения, это как это, есть такое понятие в христианстве, чистилище, вот, бытие, конечно, от икария, это чистилище, оно трудное время, потому что они не прошли анарт, они в рите, это трудное время и трудное как бы состояние людей, многие не выдерживают и отходят несколько в сторону, на годы замораживают это всё, свою духовную практику, кто-то быстро это проходит, но в целом это вот такая вот атмосфера, поэтому время от времени такие общины они распадаются, такие религии они рассыпаются, когда они становятся вот такими, как правопад говорит, материалистичными, потому что, конечно, от икария всё ещё материалист по своей природе, что выдаёт в нём материалиста в том, что он хочет поставить себя на первое место всегда, везде, хоть как-нибудь, хотя бы хоть на висасану сесть, хоть на кухне что-то сделать лучше других, лучше, 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 в том смысле, чтобы заметили, 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 он борется за внимание в свой адрес, это выдаёт в нём материалиста, он всё ещё не избавился от этой концепции, ему всё ещё кажется, что вот-вот-вот нужно как-то как-то самоотвердиться, и даже пользуясь философией ващнавов на словах, конечно, от икарии на практике пользуются философией доминирующего самца, хотя на словах он говорит о том, что нужно быть смиренным, терпеливым, как бы самоотверженным, но в своих поступках он действует всё ещё на основе философии Дарвина или философии доминирующего самца, это философия, которая описана в Богоогите, философия демона, которая всегда ставит себя в центр, он ведёт такую двойную хитрую политику, внешне говорит правильные вещи, а в поступках ведёт себя всегда как хищник всё ещё, и когда проходит какое-то время, это вызывает когнитивный диссонанс, человек видит это и говорит, боже мой, как же так, почему, вот, здесь же духовные люди говорят правильные вещи, а почему же всё ещё поступки какие-то звериные, ненормальные, он говорит о том, что всё ещё происходит рост, и из тысяч таких людей, конечно, отрекали, в какой-то момент происходит рост, как бы классический, такой, качественный рост происходит, в результате вот такой искренней тёрки между вот этими ложными эго, если люди не совершают фатальных оскорблений, разрушающих их духовную жизнь, в конце концов выкристаллизовывается следующий этап, следующая ступень восприятия Бога, более высокая ступень восприятия Бога, которая называется Матхяма Атхикари, что Прабхабада сейчас об этом скажет, в следующем абзаце, кто такой Матхяма Атхикари, что касается, конечно, Атхикари, это, конечно, большая тоже тема, очень такая живая тема, потому что мы всегда сталкиваемся с Атхикари, дело в том, что любые ядры, я много путешествую сейчас, и в основном всегда ядры наполняет актив, и актив — это всегда новые люди, начинающие люди, как правило, Атхикари, на передовой кто? Конечно, Атхикари. Они имеют некоторый такой энтузиазм свой внутренний, но другая категория конечно Атхикари, которые несколько уже обожглись в этом процессе, они уходят немножко в тень, они задумчивы, они коснулись, затронули их личные проблемы, они уходят как бы в сторону, в тень, и там переживают внутри себя свой кризис роста, иногда тоже годами это происходит, и на этом этапе возникает вот это ощущение, что как бы нету старших, дефицит старшинства, дефицит наставников, некому обратиться, вроде все какие-то такие начинающие, постоянно текучка кадров, одни уходят, другие приходят, приходят, уходят, и всегда можно проповедовать новые, не новые вещи, а новым людям одно и то же, одно и то же, одно и то же, вот можно говорить постоянно для начинающих, потому что всегда все начинающие, редко кто достигает зрелости, они как бы выкристаллизовывается понемногу. Такие люди, костяк формируются. Остальное всё просеивается на некоторое время. Итак, опасно быть долго на этом начальном этапе, конечно, от икари, потому что это разрушительный уровень. Тут человек может и себя разрушить, и других разрушить. И при этом, используя религию, и в то же время её дискредитируя, как, например, в глазах людей сейчас свастика. Это выглядит как что-то ужасное. Люди не любят свастику, потому что её использовал Гитлер, и осквернил этот образ. Но также слово «Бог» тоже сейчас носит уже такой угрожающий характер. Люди боятся этого слова. Ещё больше боятся слова «религия», «духовность». Если вы начинаете проповедовать с этого, люди побаиваются всего, потому что имеют уже опыт общения с, конечно, от икари. Такой негативный опыт. Но уж такое матьяма. Давайте посмотрим, что говорится про упада. За ними следуют те, кто достиг промежуточной ступени предного служения, то есть матьяма от икари. Эти преданные соблюдают четыре принципа. Первое. Прежде всего, они видят Верховного Господа. И второе. Затем они различают преданных Господа. Третье. Они видят невинных, которые не имеют знания о Боге. И, наконец, четвёртое. Они видят атеистов, которые не верят в Господа и ненавидят, занятых служением Ему. Матьяма от икари по-разному относятся к тем, кто принадлежит к этим четырём категориям. Они поклоняются Господу, видя в нём объект своей любви. Затем дружат с теми, кто занят предным служением. Они стараются пробудить любовь к Богу, дремлющую в сердцах невинных. И избегают атеистов, осмеивающих самое имя Господа. Вот она такая интересная характеристика, Матьяма от икари, очень важная для нас. Потому что сейчас наша цель утвердиться на уровне Матьяма от икари. То есть, конечно, от икари — это, конечно, квалификация, но она слишком рискованная. И наша задача сейчас — постараться ставить Матьяма от икари, не перешагивать эту ступень, не имитируйте себя утома от икари, а утвердиться именно на уровне Матьяма. И что же мы видим здесь? Здесь, прежде всего, если сказать главную черту Матьяма от икари, отличающую его от всех других, Матьяма от икари — это проповедник. Это его главная характеристика. Значит, если я хочу с уровня каништы продвинуться ближе к уровню Матьяма, я должен стремиться к проповеди. проповедь сделает из коней шты постепенно Матьяма от икари, утвердит его на этом. Однако, еще один важный момент. Матьяма от икари никогда не спрашивает, где проповедовать, как проповедовать, кому проповедовать. Матьяма от икари не может не проповедовать. То есть это не стоит для него как какая-то долгосрочная задача — проповедовать. Он просто проповедует. То есть если каништы от икари в какой-то момент начал вдруг проповедовать и не может остановиться, это значит, что он стал Матьямой. Для него это не вопрос. Он найдет. То есть это как дышать для него. Так же, естественно, как дышать, как птицы летают, как рыбы плавать. Так же Матьяма от икари проповедовать. И тут неважно, то есть это не означает большая аудитория или, я не знаю, лектор. Это не обязательно лектор или большие аудитории. Матхиаматхикари значит, что просто у него потребность делиться реализациями. То есть у него есть внутри реализация, и так как она есть, он не может её в себе удержать. А как поэт, у него рождается стих, он не может его не записать, правда же? Или как хороший композитор, он слышит мелодию, не может её тоже не наиграть. И также Матхиаматхикари, так как он постоянно через хорошую саду, но имеет хорошую реализацию, читая книги, слушая, повторяя мантру, у него всё время есть опыт, и поэтому всё время есть потребность сказать об этом. И вот он говорит об этом. Так же, как человек, если он, например, астроном или, я не знаю, какой-то такой вот, допустим, ну просто даже обычный человек, если он идёт по улице и вдруг видит красивую Луну или Венеру, говорит, посмотрите, какая большая красивая звезда. Он говорит об этом, не задумываясь спонтанно и делится этим от души, потому что это его опыт. Он видит и поэтому говорит. Конечно, ничего не видит, поэтому он ни о чём и не говорит. Он говорит о себе, о своих проблемах или имитирует иногда Матхиаму, потому что видит, что это престижно, и тогда он придумывает что-нибудь, но реально не имеет этого опыта, просто как, так сказать, копирует. Это тоже неплохо, он сначала копирует, имитирует, но он не может это делать долго. А Матхиама может это делать всегда, потому что он не имитирует, не копирует, а реально у него появляется внутри что-то, что есть что сказать, делится этими реализациями. И своё проповедь, он прежде всего здесь говорится, направляет на невинных людей. Основная масса категории людей в этом мире, они невинные в том смысле, что они не враждебны к сознанию Кришны и к Богу. Они не враждебны, они просто не знают ничего о Нём. И если с ними поговорить по душам, они принимают сразу же. Вот это невинные люди. И лишь некоторые люди агрессивно воспринимают любую религию, создание Кришны, Бога, по той причине, что у них демоничная природа. Это тест. Если хотите понять природу человека, скажите ему об абсолютной истине, как он отреагирует, это укажет на его природу. Матхиама Атхикари избегает демонов-атеистов, потому что он не знает, как с ними бороться и как им проповедовать. У него нет к ним подхода, он просто их сторонится. Отсюда ещё одно качество Матхиама Атхикари — он миротворец. То есть он не конфликтен, он миротворец. То есть вокруг него распространяется мир, дружба, а особенно дружба с другими вайшнавами. Причём за вайшнавов он принимает не только своих единоверцев. Как вайшнавов он воспринимает любых людей, кто принимает единого Бога. Он видит христианину и понимает — это мой духовный брат. Видит мусульманина и понимает — это мой духовный брат. в любом человеке, который ищет абсолютную истину и единого Бога, он видит вайшнава. Он понимает его как вайшнава и как своего единомышленника, с кем есть, о чём поговорить. Он может с ним общаться и дружить. Матхяма Атхикари трудно втянуть в конфликт. Вы не можете его втянуть в критику, в конфликт. Единственный его критик — это проповедь. Когда он проповедует, то он конструктивно критикует. Конструктивно значит, что он тут же предлагает какие-то позитивные вещи. И критикует, не переходя на какую-то личность. Он просто говорит, в целом он хочет исправить ситуацию. Не как Каништа, от того, что у него слабая вера, он хочет самоутвердиться. Матхяма не нуждается в самоутверждении. Матхяма Атхикари значит середина пути. Одной ногой он уже в духовной реальности, а одной ногой в этой реальности. Поэтому он очень ценный человек в этом мире, потому что может из этой реальности материальной переместить вас в духовную реальность. Он тот самый мостик, проводник, гуру, который соединяет материю и Дух, небо и землю. Но очень ценный. Без Матхяма Атхикари религия теряет свою силу постепенно. Она превращается просто в архитектуру. Архитектура, как музей, существует, но если там нет ни одного Матхяма Атхикари, вы ничего не можете. И постепенно все... Но она не работает, практика. Поэтому Матхяма это также практика. И он связующее звено. Очень важно. Человек видит Бога, любит Бога, видит предных их уровень, невинным проповедует, атеистов избегает. То есть он вот так вот различает этот мир. И, разумеется, он не перестает прятаться в ополочках каких-то храмов, в этих четырёх стенах. Он не сидит внутри. Он стремится во внешнюю проповедь. То есть он стремится расширять духовное влияние, прославлять Бога и расширять движение в состоянии Кришны. Это его потребность. То, что Канишна Атхикари, он больше как бы существо такое домашнее. Он боится, он как бы как в скорлупе находится, как птенец, который ещё сидит внутри этого яйца. Он боится его разбить. Тут комфортно, тут хорошо. Он защищён. И там внутри он считает себя кем угодно. Великим, проповедником, что угодно ему хорошо. Он на своей намахате или в Актибрикше или в своём храме он там уважаемый человек. Всё, там у него есть репутация. Ну, там ему неплохо. Или где-нибудь во Вриндаване он может оставаться и всё. Не стремится ни к чему. Но пример настоящего Матхяма Атхикария Дашила Прабхупада, который вместо того, чтобы где-то сидеть и мирно практиковать сознание Кришны, избирать для себя исключительно трудный путь. Из храма Радхадамадара он отправляется прямо на запад. Буквально ни с чем. Несколько книг у него, переводов. И впереди его ждёт Атлантический океан, который нужно пересечь на корабле. И неизвестно о будущем, где он должен проповедовать людям, которые вообще не имеют никакого отношения к сознанию Кришны. Вот это принцип Матхяма Атхикария. Он выходит во внешнюю проповедь, там проповедует, там его влияние. Один Матхяма Атхикария может изменить весь мир. Не думать, что Матхяма Атхикария это что-то очень такое простенькое. Получил, значит, вторую инициацию, значит, Матхяма. Это ещё не факт. Матхяма — это очень серьёзный уровень. Да, один Матхяма может повлиять на мир серьёзным образом, по-настоящему повлиять. И он очень любит преданных. Это тоже одна его важная черта. что он очень снисходительный к ошибкам, которые могут совершать преданные. Он любит их, и он оправдывает их, какие-то недостатки, не критикует. Он не говорит, вот они такие, значит, неквалифицированные. Наоборот, он как родитель снисходительный, любящий. Поэтому он взращивает вокруг себя людей. Если где-то есть Матхяма, по-настоящему Матхяма, то рядом с ним появится ещё Матхяма Атхикари. Кто бы с ним не соприкасался искренне, он тоже становится Матхяма Атхикари. Это тоже один из признаков уровня Матхяма Атхикари. Он создаёт таких же себе подобных. Люди, общаясь с ним, приобретают такие же качества и становятся тоже такими же могущественными. Он пробуждает в них. Это его квалификация, талант такой. Это тоже один из признаков как огонь. Если он горит, то он способен зажечь другой огонь. Если это имитация, ничего не загорится. От настоящего огня зажигается ещё и настоящий огонь. Так же Матхяма. Такой уровень. И, как мы говорили, это можно рассмотреть не только в нашем движении, это может быть в любом движении. Среди католиков, среди православных, среди каких-то других религий вы можете обнаружить все качества Матхяма, Матхикари, которые здесь описаны. Должен дружить, не противопоставлять, должен проповедовать, должен любить Бога. Ну и есть тогда о чём поговорить с такими людьми. если вы встречаете людей, которые конфликтуют по поводу религии, это, конечно, Атхикари. Если дружат искренне, интересуются, это Матхяма, Атхикари. Хотя они относятся к другому, может быть, движению или религии, не так уж важно, не сильно много различий. Поэтому мы должны уметь это видеть универсальными глазами, не сужать всё до рамок нашего тока движения видеть шире. Прежде всего, мы здесь это видим, потому что у нас есть знания как классификация. Но в других конфессиях могут быть те же градации, те же знания, но только другим языком изложены, другими терминами. И мы должны уметь это видеть. Если мы не сможем этого различать, наш прогресс тоже замедлится. Трудно будет назвать нас Матхяма Атхикари. Так, читаем дальше. Выше Матхяма Атхикари стоят Утта Матхикари, которые всё видят во взаимосвязи с Верховным Господом. Такой преданный не делает различий между атеистами и верующими, а смотрит на каждого как на неотъемлемую частицу Бога. Он знает, что между широко образованным брахманом и бродячим псом нет разницы, так как оба они от Господа, хотя и находятся в разных телах, полученных ими в результате их качественной различной материальной деятельности. Он видит, что частица Верховного Господа в форме брахмана не злоупотребляла своей независимостью, предоставленной ей Господом, а частица Господа, находящегося в теле собаки, неверно использовала свою независимость и потому наказана законами природы, оказавшись в невежественном форме собаки. Не обращая внимания на разницу в действиях брахмана и собаки, утаматхикари, стараются делать добро обоим. Такого знающего предного не могут сбить с толку материальные тела, будь то брахман или собака, его привлекает духовная искра внутри тела. Утама означает над темнотой, тама означает темно, а утама означает над, он находится над тьмой материального мира. И обычно, когда начинающий предный читает такую книгу, любой человек, кто начинающий, читает впервые Шри Шапанишат, он сразу же узнает себя на этом уровне утаматхикари. Такой интересный психологический феномен. Любой, кто читает, говорит, я так и вижу, я вот смотрю и на собаку, и на брахмана одинаковыми глазами, я всех люблю. Помню, когда мы впервые изучали Шри Шапанишат на Бхакти-Врикше, много лет назад тут в Алма-Ате, с нами ходили тоже начинающие преданные, новая одна Матаджи ходила, она присоединилась через Олег Геннадьевич, то что нового, помню. И когда мы изучали это, она сразу же сказала, я так и вижу мир, вот здесь она увидела себя. Я, говорит, смотрю на деревья, на птиц, на животных, везде вижу Бога, везде вижу Кришну, вот я так живу. И проповедник всё, не знал, как же ей объяснить, что на самом деле это ещё не совсем то. Она искренне была убеждена в этом, она была такая сияющая, вдохновённая в какой-то момент времени и верила в то, что она вот так вот и видит этот мир. Поэтому иногда людям кажется, что здесь описаны очень простые вещи. На первый взгляд так кажется, что здесь всё очень просто. Но позже эта Матаджи, она стала грустной, печальной, потому что ей хотелось замуж. И даже выйдя замуж, она какое-то время была немного счастливая, потом снова стала погружена в себя, её настиг, она артонегрити. И началась борьба. Хотя всё начиналось так удивительно. Поэтому тоже выдаёт, на самом деле, конечно, от Икари выдаёт вот эту позицию, ему кажется умозрительным, что он уже на уровне Матхямы, это же можно представить в уме. Ум наш так, что-то ещё делаем, видим кого-то. Наш ум через некоторое время начинает отождествлять себя с этим. Если ему это нравится, то он себя отождествляет с этим. И начинает верить, что он уже стал кем-то другим именно, воплотился, вот он и это, есть его уровень, как бы крадёт чужую квалификацию. Но здесь описано, там от Икари и в этом стихе, в самой мантре, тут как раз описан его уровень, видеть всё связанное с Господом, все существа, как его неотъемлемые частицы во всём и никогда не испытывать ненависти к кому-либо или чему-либо. Это понятно. Если он во всём видит Бога, разве как он может испытывать ненависть к кому-либо или чему-либо, выходит на другой уровень видения. Если Матхиама разделяет предных и непредных, так, разделяет также демонов, вот так он смотрит. По Утта Матхиакаре это экстраординарный человек. Я думаю, даже нет таких примеров здесь, мы не сможем этот пример даже привести. Утта Матхиакаре невозможно даже показать, потому что его в этом мире как бы нет. Он же над тьмой. Даже если он среди вас живёт, вы его не сможете распознать. Если вы Каништа, вы не сможете распознать его. Каништа увидит Каништу. Матхиама Матхиаму. Уттаму увидеть трудно, Уттаму увидеть, но Уттама очень похож на какого-то обычного простого человека. Настолько смиренного, что его просто не видно. Ведь видно в этом мире прежде всего Аханкару. Если человек видный, это Аханкара. Но если человек невидимый, это либо невежество, глубокое невежество, либо это очень высокий духовный уровень. Для людей, кто находится на уровне Уттама Аханкарии, весь мир он воспринимает выше, чем себя. Даже собак он считает выше, чем себя. Он понимает, что даже собаки служат Богу. Он просто видит, как мир действует очень гармонично, слаженно, всё на своём месте. Не знаю, насколько пример уместен, но есть пример общения между Конфуцием и Лао-Дзи. Когда Конфуци пришёл к Лао-Дзи, Лао-Дзи был уже известен. И Конфуци это человек великих качеств. Конфуцианство это целое учение в Древнем Китае. Это учение прежде всего нравственности, правила, предписания, нравственная чистота, уважение к старшим. Конфуци думал о том, как изменить мир к лучшему. Он постоянно работал над своими качествами и учил своих учеников преобразованию мира через правила предписания и мораль. Но был также Лао-Дзи, который был как бы немножко непонятен людям, он был другим, он был старше, но и был непостижим, потому что он следовал пути дау, пути естественные, как бы естественному следованию к ходу природы, вот такой подход у него был. И когда Конфуци пришел, чтобы поговорить с ним, он задал несколько вопросов, он спросил «Великий учитель, скажите, что нужно сделать, чтобы изменить мир к лучшему?» То Лао-Дзи ответил так, что Конфуци испугался. Он испугался страшно, потому что Лао-Дзи сказал, ничего менять не нужно, нужно просто посмотреть и оставить все в покое. И когда вы оставите все в покое, вы сами увидите, как все становится на свои места естественным образом. Вот это видение Утта Матхикари, когда он смотрит на этот мир, он говорит, все уже совершенно, он не видит вообще в нем недостатков, он не видит зла, он не видит деградации. Утта Матхикари видит только Бога и его волю во всем этом вообще не вмешивается в ход событий. И когда Конфуция увидел это, он схватился с заколом, сказал, ужасный человек. Он сказал своим ученикам тоже, это ужасный человек, беспринципный человек, у него нет правил предписания, он беспринципный. Но на самом деле Утта Матхикари превосходит правила предписания, потому что настоящая духовная жизнь, она находится за пределами правил предписания. Правила предписания нужны для того, чтобы очиститься от ступени и очищения. И поэтому Утта, так как он выше, он над тьмой, там нет этих правил предписания, он свободно, естественно, следует духовному видению своему, и никогда не ошибается. Поэтому его очень трудно встретить. И если человек корми, он никогда не сможет его увидеть и понять. Такие люди не встречаются с этим миром. Они, как описано в Бхагавадгите, как ночь и день никогда не совмещаются вместе. Что для мудреца день, для обычного человека ночь, поэтому невозможна их встреча. И всё было бы так вот грустно, если будто Матхикари иногда не становились на уровень Матхиама. Например, Шила Праупада. Это Утта Матхикари, это факт. Но становились на уровень Матхиама Матхикари, он приобретает возможность, шанс проповедовать и проповедует. Если проповедует Утта Матхикари, то это особо могущественная проповедь. Поэтому бывает, Уттама становится на уровень Матхиама, просто как бы добровольно становится на эту платформу. И тогда он различает материю дух и организует проповедь, которая должна, как скальпель, резать, жёстко различая одно и другое. Но при этом, так как он утома, то он очень любящий, имеет очень любящую природу. И даже причиняя какую-то, казалось бы, боль, он на самом деле не делает больно, он действует как опытный анестезиолог. Его анестезия настолько мягкая, что никто не чувствует, что он проводит вот такую жёсткую операцию, никто не испытывает в его присутствии боли или обиды, даже если он говорит прямые вещи. Я им примешивала Прабхупада, его книги, его стиль проповеди. Это уровень одновременно утома, но и уровень Мадхиама. Прабхупада Махабхага, вот оно действует как Мадхиама, но как Мадхиама с особыми качествами. Так это удивительный уровень. То есть, такой человек видит единую духовную природу, он, как правило, даёт обет молчания Укта Мадхи Гарри ещё сложен тем, что он молчит. Вы не сможете с ним поговорить. Он уходит от людей, даже если вы найдёте, он не скажет ни слова, а если скажет, то притворится каким-то, знаете, юродивым. Ну, вот как Джада Бхарата, тоже пример из Бхарата, только по имени Джада. Джада означает дурак, придурок или юродивый, но ведь на самом деле он Махабхага, но притворяется таким, что даже его близкие люди, отец и братья не понимают его уровня. Они смеются над ним, издеваются над ним, хотя на самом деле это Махабхага, Махабхагата, Уттаматхикари. Итак, к категории Уттаматхикари можно отнести Иисуса Христа, пророка Мухаммеда, они могут устанавливать дхарму. Это Уттаматхикари, которые действуют как Матхиама, то есть они проповедники устанавливают дхарму, религию устанавливают. Ну, а классический Уттама, он, как я сказал, не общается, как здесь написано, он отстранён от этих всех вещей, не от мира всего. Что же Категория Пророка Мухаммеда говорит дальше. Те, кто имитирует Уттаматхикари, провозглашая идеи всеобщего единства и братства, но в своём поведении руководствуясь за телесными взаимоотношениями, являются лжефилантропами. Идеи всеобщего братства следует усвоить от Уттаматхикари, а не от глупых людей, не способных видеть ни индивидуальную душу, ни сверхдушу, полную экспансию Верховного Господа, пребывающего повсюду. Здесь сила Пророка Мухаммеда имеет в виду политиков. Время от времени политики, они провозглашают вот такой вот уровень. Они говорят единство. Они говорят, все люди братья, интернационал. Помните, эту идею провозглашал, например, Ленин. Он говорил о единстве, об интернационале, о том, что вот мы установим такой мир, где все будут равны. И вот это очень опасная тенденция. Владимир Ильич Ленин не был Уттаматхикари, поэтому он не имел права говорить о том, что он сможет создать единое пространство для всех и всех сделать равными. Не имел на это права, и поэтому мы видим, что произошло. Произошли разрушительные вещи, очень деструктивные. Поэтому запрещают Шипанишат делать это, если вы не Уттаматхикари, но Уттаматхикари может это делать. Почему? Потому что он уже видит эту единую духовную природу, он её не создаёт. Он не пытается уравнять всех, как этот, как его звали там, прокруст. Знаете, прокрустово ложи. Что такое прокрустово ложи? Прокруст, прежде чем пустить людей в свой город, сначала укладывал их на свою кровать. И если люди не вписывали в свою кровать по размеру, то он обрубал им часть ног, чтобы они были все одинакового размера. Вот это грубый подход, всё едино. Вот это философия политиков, когда они говорят, мы сделаем всем всё поровну, всё будет едино, всё будет хорошо. Это очень опасно. Аута Мадхикари уже видит единую духовную природу, поэтому он имеет право говорить о единстве. Все остальные должны быть очень осторожны с этими вещами, потому что они вызовут лишь беспокойство обществу. Всё равно будет дискриминация и споры, потому что люди разные, карма разная, тело разное, воплощение разное. Единство существует только на духовном уровне. И если не учитывать различия в этих телесных наших, в этой телесной обусловленности, то возникнет просто хаос. Потому что невозможно. Люди едят по-разному у них. Даже если посадить всех на просад, каждый с разной скоростью и с разным аппетитом и разное количество пищи съест. Невозможно это всё как бы уравнять и разделить, значит, по-равному, значит, какую-то, значит, экономические ценности. Нельзя. Поэтому правопада предупреждает. В этой мантре Шриша Панишат недвусмысленно говорится, что человек должен наблюдать, то есть видеть. Это значит, что необходимо следовать предыдущему ачаре, совершенному учителю. Точное санскритское слово употребляем в этой связи, оно пашьяти означает наблюдать. Не стоит пытаться видеть вещи такими, какими они доступны невооружённому глазу. Из-за материальных недостатков невооружённым глазом невозможно ничего увидеть. Правильно. Не выслушав высших авторитетов, невозможно обрести истинное видение. Наивысшим авторитетом является ведическая мудрость, которая поведана самим Господом. Ведические истины передаются по цепи ученической преемственности от Господа к Брахме, от Брахме к Нараде, от Нарады к Виасе, от Виасы к Его многочисленным ученикам. Прежде чем не было необходимости записывать веды, так как люди в Древней Верина были более разумны и имели более совершенную память, то есть прежде не было такой необходимости. Им достаточно было однажды услышать наставление из уст авторитетного учителя, чтобы потом следовать им. Здесь что Павпада говорит, что нельзя просто смотреть глазами на этот мир, потому что наши глаза несовершенные. Мы смотрим глазами вожделения с чувством собственности на этот мир. Это называется невооружённый взгляд. Но если мы смотрим вооружённым взглядом, это означает не то, что телескоп или микроскоп или лупа. Здесь имеется в виду, нужно воспользоваться ачарьей или тем самым Махабхагаватой и посмотреть его глазами на этот мир. И получается, если мы смотрим глазами Махабхагаватой, на этот мир, то мы можем реализовать эту шестую мантру и можем увидеть Бога его глазами через призму его видения, через парампру. Это такой научный способ. И это можно сделать даже конечно-то Атхикаре, если просто примет хотя бы гипотетический авторитет духовного учителя и согласится и посмотрит его глазами на этот мир, то у него будет совершенно удивительный даршан. Вот это видение называется даршан. Даршан это видит через определенную философию этот мир. Например, у собаки своя философия, у пчелы своя философия, у мухи свой даршан. Сознание даршан мухи и даршан пчелы. Сознание мухи и сознание пчелы. Оно разное. И вот есть сознание Махабхагаваты, если мы посмотрим его глазами, как здесь описано, мы увидим духовную картину мира. Здесь правопад вновь напоминает о парампаре, как нужно видеть мир через преемственность. Интересно, что тут он упоминает, что люди в прошлом были с острой памятью. То есть, ученик, слушая гуру, запоминал все, что он услышал и затем мог воспроизвести это все. Знание усваивалось в нем, как пища, превращалось в качество. Современные люди разучились слушать. Они все больше хотят играть в интерактивные игры. Заметили это? В игры не больше 40 минут они не могут слушать дольше. Они хотят играть, они хотят записывать, рисовать, что угодно, лишь бы не слушать. Это очень нехорошая тенденция. Понятно, что иногда нужно обменяться реализацией, но иногда нужно просто молча сидеть и слушать, чтобы заполняться. Если мы не будем заполняться, будем всегда просто пинг-понг играть, обмениваться информацией, то мы иссякнем. Поэтому интерактив должен быть лишь иногда и лишь после того, как человек наполнился через шраваном, через хорошее слушание и везет преданому, у кого есть возможность слушать духовно, чтительно, долго, непрерывно и просто помалкивать при этом. Это полная квалификация и когда-то люди действительно запоминали. Позже пришлось записывать с того момента, как человек взял руки перо или ручку, с этого момента он предал свою собственную память, он начал терять память. Записать калиюгу означает запомнить, но записать в саде его означает забыть. И вот как только люди стали записывать, возникла письменность, вместе с этим пострадала память. Сейчас возникла цифровая письменность, цифровые технологии. Есть риск забыть полностью, не только память потерять человеческую, но даже рассудок можно потерять, потому что за нас теперь думают уже компьютер. И вот этот пульт очень опасный. И тем не менее в саде вынужден был записать веды, потому что века не по-другому невозможно. И потом он их записал. Письменность это не прогресс. Прогресс была память, которая была стопроцентная, раз запоминал. В принципе можно это восстановить, если просто слушать духовноучительно, а записывать знаете после. Все, что вы выслушали, постарайтесь потом воспривести и записать, если хотите. Но во время лекции лучше просто слушаться, пытаться как бы превратиться в слух. Так веды усваиваются. Не через игры, не через какие-то вещи искусственные, а вот именно на слух. Сейчас есть много комментариев к богооткорренным писаниям, но большинство комментаторов не принадлежат к цепи ученической преемственности, идущей от Шима Веса Дэвы, первого учителя ведической мудрости, последний наиболее совершенный и величественной работой Шрилу Веса Дэвы является Шримад Бхагаватом, авторитетный комментарий к Веданта Сутри. Кроме того, есть еще Бхагавад Гита, которая была поведена самим Господом и также записана Веса Дэвы. Это самое важное из богооткровенных писаний, любой комментарий, противоречащий принципам Гиты или Шримад Бхагаватом, является неавторитетным. Учение Упанишат, Веданте, Вед, и никто не должен пытаться делать какие-либо выводы, касающиеся Вед, не получив наставления от тех, кто принадлежит к школе Веса Дэвы или, по крайней мере, от тех, кто верит в Личность Бога и Его различные энергии. Это сейчас мало кто понимает. Сейчас люди думают, что духовная жизнь — это какая-то моя личная фантазия и выдумка. Они имитируют аватхуту спонтанного человека, что-то комбинируют, выдумывают какие-то свои представления. Я не буду имена и фамилии называть этих учителей, но даже сейчас есть такие бородатые гуру, которые не опираются на авторитет Веса Дэва, а просто что-то придумывают. Такие традиции не будут поддерживать, не будет традиции. Это будет культ Личности, тогда как настоящая традиция — это не культ Личности. Настоящая традиция — только одна Личность прославляется — Кришна. Все остальные — это слуги. Поэтому в Парампаре главный гуру — это Кришна. И поэтому она как бы имеет силу Парампара, потому что всегда ссылается на Кришну и на его авторитет. Настоящий учитель просто цитирует Гиту и говорит в соответствии с тем, что хотел сказать Кришна или Вьясваде, прямой представитель. В этом сила и секреты надо усвоить. Поэтому все четыре авторитетные сампрода на сегодняшний день — Брама сампрода Рудра, сампрода Кумара, сампрода Лакшми сампрода — у каждой сампрода должен быть свой комментарий на ведамта сутру, иначе это неавторитетно. То есть если человек говорит веды и ведическая традиция, он должен предоставить понимание вывода вед, он должен знать ведамта сутру. Вот если человек допустим говорит русские веды, вы спросите его а вы ведамта сутру знаете, вы знаете вывод вед, если он не знает даже что это такое, то тогда это не веды. Мало знать название вед, нужно назвать их вывод. Вывод вед это ведамта сутра, но более того, к ведамта сутре нужен комментарий, и у персоналистов свой комментарий, а у ващного свой комментарий, и вот наш комментарий естественный, который исходит из ясадеи, о котором здесь говорила правопады, это Шримад Бхагаватам, а у персоналистов Шарирак Абхаш у них свой комментарий, Шанкарачарий есть, с имперсональной точки зрения объясняющий ведамта сутру, а мы опираемся на Бхагаватам, это естественный комментарий к ведамта сутре, потому что это еще исторические события, которые описаны в Бхагаватам, то есть те, которые происходили и другими словами, это вигьяна, реализованный опыт предыдущих поколений трансмиталистов, поэтому мы когда говорим веды, мы имеем ввиду Бхагават Гиту, Шримад Бхагаватам, Упанишады, и мы не всегда цитируем именно четыре веды, риг веду, самоведу, идея, жур веду, мы больше опираемся именно на выводы, уже на выводы, поэтому иногда нас над нами смеются, говорят, вот вы там говорите, веды, веды, ведический психолог, веды то, сказали, веды это, сказали, ведь вы даже не знаете эти веды, но мы, для нас прежде всего веда, это комментарий шел вровпады, потому что мы опираемся на ачарию, и поэтому мы не должны быть такими слабыми в философии, если нас даже врасплох так вот застигают, мы должны объяснять, почему мы говорим веды, при этом цитируем Шелоправпаду, потому что это школа, это школа, которая принадлежит и берет начало от ясадева, и это правильно, все остальное это просто будут какие-то выдумки, без школы нельзя понять ведическое знание, школа означает определенный способ познания, методы свои существуют, принятие учителя, этапы, ступени, а не то, что просто мне взбрело в голову, что я утоматикари, и все, как простым людям, так бывает, приходит в голову вообще, что он не бог, выпил человек водки, утром проснулся, решил, что он бог, и все, и начал создавать свою собственную религию, чтобы просто заработать деньги, так в Кали-Югу, это сплошь и рядом, но оно не авторитетно, и мы должны это разоблачать. Итак, последний абзац, в соответствии с Бхагавадгитой, 6.9, преданному утоматикари может стать только тот, кто уже достиг стадии освобождения и в каждом живом существе видит своего брата. Политики, которые всегда преследуют материальную выгоду, не могут обладать таким видением. Имитировать это состояние освобождения значит служить своему телу ради славы или какого-либо иного вознаграждения, а не духовной душе. Такие имитаторы не имеют понятия в духовном мире. Утоматикари видит душу живого существа и служит ей как духу, что подразумевает и служение материи. То есть утоматикари приносит благо человечеству, служа душе. И служа душе, мы на самом деле также поддерживаем материальную составляющую. А политики, которых здесь шел пропад, они уделяют внимание материальным составляющим, игнорируя духовную потребность человека. Допустим, Россия все время стремится к освобождению. И они думают, что освобождение достигается с помощью какой-то внешней реформы или революции, каких-то изменений, преобразований. А на самом деле это должны быть внутренние изменения, преобразования, духовное явление, освобождение. Если мы приносим духовное благо, материальная составляющая сама по себе регулируется, когда Махараджи Тиштира скрывался в лесу, Дурьотхна хотел найти его раньше времени, чтобы там бандовы нарушили договор, и если преждевременно их обнаружили бы, то они бы проиграли с самого начала. Поэтому он за всех сил хотел их найти, и трудно было найти, но был один критерий, как их можно было найти, и кто-то посоветовал Дурьотху не так, он сказал, там, где ты, ты просто должен послушать внимательно, что говорят люди. Если люди говорят где-то, что есть такое место, где никто не страдает, где нет рождения, болезней, старости, где все процветает, где справедливость и дхарма, вот там и есть Махаражит Тиштира, там ты его можешь найти, так его можно обнаружить. То есть это говорит о том, что если мы заботимся о сознании Кришны, о духовном развитии, то экономическое и материальное процветание последует естественным образом вслед за этим. С другой стороны, если мы не видим материального какого-то процветания и гармонии, то это означает также, что не хватает как раздуховной основы, все рассыпается. Поэтому здесь говорится, что Уттаматхикари имеет такое важное значение в обществе, может принести благо на всех уровнях, чего не может ни один политик. Прабхупада здесь об этом говорит еще раз, потому что они предстоят материальную выгоду. Итак, кто может видеть такими глазами абсолютную истину? Кто, вот здесь говорит, тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как его неотъемлемые частицы? Верховного Господа во всем никогда не испытывает ненависти кому-либо или чему-либо. Здесь описывается Уттаматрикария освобожденная душа. Нет, есть лидер. С этой точки зрения мир сейчас страдает острым дефицитом лидерства. Лидеров нет. Есть просто доминирующие самцы. Настоящий лидер Уттаматрикария, как здесь сказано. Для него нет врагов. Он видит мир по-другому. Вот. Мы закончили эту мантру и теперь можем ответить на вопросы. Ари Кришна, чудо прабуло. Спасибо вам огромное. Вот со своей платформы, которая у меня была, я в храме сегодня побывал и внутри себя проверил что-то и на мир постарался посмотреть духовными глазами и сразу чувствуется, ну, по крайней мере, на время какая-то что-то изменилось во мне. Спасибо вам огромное от себя лично. Я вот записал несколько вопросов. Первый про Соломона вы сказали, что последнюю церковь он построил. Расскажите чуть подробнее в том смысле вы что имели в виду на тот момент и под каким флагом сейчас церкви строится. Спасибо. Просто храмовое поклонение было характерно для предыдущей юги эпохи. Векали другие методы духовного роста. Сейчас храмы не актуальны. Сейчас санкитарная ягья актуальна. храмы нужны только в контексте санкитарной ягь для того, чтобы собрать людей для воспевания. А в предыдущую эпоху храмовое поклонение было решающим. В этом строились огромные храмы. И в христианской традиции был Соломон, царь Соломон, который должен построить огромный храм, посвященный своему Богу. Вот это что касается традиции христианской. Ведическая она шла параллельно эта традиция. Они, как правило, те, кто следует аврамической линии, они как бы не подозревают, что есть еще ведическая линия. Ну просто потому что не изучали, не слышали. И вот две вот эти линии существуют. В нашей традиции, конечно, это не последний был храм. И много мы можем на другие храмы ссылаться. Более того, мы и сейчас строим, но все равно даже ведический планетарий, который мы строим, он предназначен, чтобы побудить людей воспевать Святое Имя. Вот. Ну и, разумеется, христианство тоже. В России много храмов стараются как бы отреставрировать. Я путешествовал, меня, когда предный вез на машине, он мне рассказывал, как вот там храм христианский отреставрировали, еще какое-то много таких интересных мест, православных святынь, небольших храмов, но таких значительных по духовной силе. Они, конечно, могут до какой-то степени возродиться, но люди не пойдут сейчас туда в больших таких своих массах. Мир цифровой становится, и будущее тоже цифровое. Храмы будут видоизменяться. И это не юга дхарма, сами по себе храмы, архитектура. Но для Каништадтикарии важно за что-то зацепить сознание. И вот оно у него цепляется за большое красивое здание. Ему говорят, знаешь, почему он такой большой и красивый, потому что там живет Бог, поэтому там много золота, поэтому там такой алтарь, поэтому иди поклонись. В Германии был в прошлом году, там тоже очень интересная архитектура древних католических храмов, готическая такая, своеобразная. И храмы были так выстроены, что даже звук там внутри не требовал такого микрофона, как сейчас, а там акустика была выстроена, правильно, чтобы звук влиял на сознание людей. И эти храмы всегда были связаны также, они были сросшимися как бы с политикой, с монархами. Они пользовались этими храмами, чтобы людей как бы еще держать немножко в страхе, что ад, наказание, вот видите, какой огромный храм, там Бог, там же адские мучения, если что, если вы не поренуетесь, например. И уже в то время оно смешивалось с политикой, духовность, и поэтому постепенно потеряло свое влияние. Сейчас в основном там ходят гости. Вот мы гуляли там с преднами и китайцы, потому что китайцы везде как туристы. И в основном люди фотографируют эти храмы. Они пытаются найти там какого-нибудь батюшку, задать вопросы, даже не думают о том, что нужно как-то сердце свое менять. Просто смотрят на это с внешней точки зрения, на эти храмы. А ведические храмы, это была вообще особая архитектура. В принципе, ведические храмы это копии виманов, копии вот этих летательных аппаратов были одновременно. Была летающая архитектура виманы и была такая статичная архитектура, которая на земле стояла. И они были построены по принципу вастуша-астры, то есть тоже такие духовные принципы, чтобы человек входил туда и сразу же на него снижалось влияние гунт, материальной природы. Были такие, дварака, например, та же дварака, когда Кришна выстроил тоже по всем этим принципам. Удивительное место было. Вся архитектура была по принципам по-духовным, основана на этих знаниях. Такие были традиции. Там были божества, например, очень красивые в таких храмах. Поклонение Панчаратрика было на высшем уровне, но в соответствующей эпохе. Дивеккали это все на втором плане находится. Нашил Прабхапада делал две линии, так сказать, нашего прогресса. Базировал на двух линиях, как на двух рельсах Панчаратрика и Витхи. Это поклонение храмово и Бхагавата Витхи. Это Шраванам и Киртанам. То есть наш Шраванам и Киртанам должен поддерживаться храмами, а храмы поддерживаются Шраванам и Киртанам. То есть если храм перестает проповедовать, то он потеряет свою ценность. Храм это место, где можно слушать Бхагаватам и петь Киртан. Это основное его должно быть назначение. И поклонение Божеством поддерживает весь этот процесс в таком ключе. Но для Махабхагаваты не требуется храм как таковой если человек на уровне Махабхагаваты, для него храм весь мир. Он воспринимает окружающую природу как храм Божественный. Но для Канишки, как мы говорили, нужен храм. Так как мы три ступени осознание Бога проходим Махабхагаватам, мы не можем пренебречь этим. Спасибо вам огромное. Вот еще, если я правильно понял, поэтому нашим главным храмом является предстоящий планетарий и имеющийся Панчататве, потому что это как бы юго-аватар. То есть поэтому он на данный момент является главным. Правильно ли я понял трактовку этого? Да, потому что ну как матрица, как корни, это как посольство духовного мира. Есть Галлока Вриндавана Духовный мир, а Навадри Бадхама она неотлична. Как бы это она актуализирует Вриндаван. Сейчас Вриндаван для нас несколько закрыт, потому что Вриндаван это Кришна, а Кришна говорит Бхагавадгиде вначале предайся мне, а потом я тебя принимаю. Сарват Хармапаридяджи Маммакам Шаранамбраджи И для калиюжного человека век калия это вообще задача неимоверной сложности. Поэтому есть Чайтани Махапарабу, который говорит хорошо, хорошо, я покажу как это сделать. Поэтому он не ставит такого слова сначала предайся мне. Он говорит просто идем за мной, воспевай святые имена. Он дает тот же Вриндаван, но дает этот Вриндаван в виде Майапура в виде Навадвипы, такой вот в виде Аудрятхама. Аудрятхама это милостивая Адхама доступная, не требующая взамен какой-то такой сложного нашего предания. И мы можем начать. А уж начав достигнем уровня предания и сможем понять Вриндаван глубже. Поэтому сейчас актуальна именно Майапуртхама и Храм Ведического Планетария это символ как бы наш, где соединились Восток и Запад именно линия Шилопрабхады. Это не просто древняя Индия, а в ней также есть сплав западной науки, западного мышления, западного прогресса. Это соединение двух наук. А не просто древняя религия, которая устаревшая, а именно актуальное соединение Востока и Запада. То, что сейчас будет продвигать весь мир, он же сейчас сбит с толку. старая религия превратилась в век сверхзвугловых самолетов. Неактуально же старая скрипучая телега, верно же? И многие воспринимают религию сейчас как старую скрипучую телегу, которая стоит развалившись на заднем дворе, рассыпавшаяся. Карета прошлого, на ней далеко не уедешь. как бы что-то забытое, да видно где-нибудь там в деревнях все это в таком состоянии. Конечно, зачем это, если есть Боинг, если есть космические корабли, если есть цифровые технологии. Потому что Пропада объединил эти вещи. Он показал, что духовная наука может быть свежей, новой, обновленной. Это вот квалификация Махабхагаваты великих ачарьев. Они могут древние знания делать снова живым и прогрессивным, опережающим даже время. Пропада опередил время на 10 тысяч лет вперед. Еще люди должны будут осмыслить его идею, которую он дал. Его книги тоже на будущее. Этот храм тоже с будущим связан для будущих поколений на 10 тысяч лет. непосредственно с древней традиции с Парампары, которая уходит к доисторическим учителям. Доисторические учителя — это Брахма, Брахма и вот эти Сампрадай. Для нас Брахма. А уже исторические — это Мадавачарья, Рамануджачарья, Матистан Сарасвати, Чайтани Махапрабу. Чайтани Махапрабу — это как вообще спаситель восточный. С христианской точки зрения, его приравнивают к Христу. Но при этом Чайтани Махапрабу — это не Шактиавеша, Аватара, это Рады и Кришна. Это вообще что-то вообще экстрадинарное такого не было в истории. Не каждую калиюгу он приходит. Значит, Майпура Дхама имеет такое значение для всего мира сильно духовное. Единственная столица, где сейчас строится духовное общество, зарождается такая духовная сила Золотого века. Это начнет распространяться и появятся в России тоже, может быть, подобные храмы. с такой архитектурой, может быть, даже планетарии такие же экспансии этого всего. Но оттуда будет течь, растекаться вот эта сила Парампара. Поэтому мы должны видеть это. Если мы думаем, что наше сознание Кришны — это алматинское ядро, то оно — это очень такое упрощенное видение. что у меня есть Говиндас, есть ферма, есть Гурашрам, есть Бранд, и это Искон. Искон — это включается весь мир вместе с Майпуром. Искон — это не 65-й год, когда шла Парапана, приехал в Америку. Искон — это когда Брама родился на цветке лотоса. Это начало. Нужно широко смотреть. Оттого еще большая благодарность вам, супругой. Насколько я понимаю, вы каким-то образом всегда курируете этот проект и помогаете им. Огромное спасибо. И вот пока муслим еще не перенял инициативу, хотел один момент чисто практически для себя. Каков риск мой, как вот конечский? Вы говорили про то, что риск, риск. Я понимаю, что их, ну, может быть, миллион этих возможностей падения, но все-таки основное, может быть, вы наблюдали, вы же практически как это выглядит, и, ну, может быть, подсрахуете, как можете. Харик, Кришна, спасибо огромное. Я бы рекомендовал всем, кто считает себя начинающим, в сознании Кришны, сохранить первозданное видение преданных. Как мы вначале, когда только приходим в сознание Кришны, нам все преданные кажутся святыми, и мы, может, мы даже не различаем их, там, и мы вначале видим, как будто бы, как утама. Вот это видение можно сохранить, а оно не повредит. То есть, если мы начнем различать преданных, то нужно уметь правильно кланяться, при этом выражать почтение. Вот если вы встретили старшего, улта Мадхикари нужен Дандава. Если просто инициированного Мадхиаму Мадхикари нужен поклон. Харниста Мадхикари в уме. Кто его знает, мы, вот если не различаем, так в самом начале, видим всех такими глазами позитивными, не критикуя, не выискивая недостатков, не сравнивая, не сопоставляя. Есть возможность, если сохранить это видение, можно обойтись без резких каких-то бестурбулентностей. Потому что, говорят, вот уцаха майя ложный энтузиазм заканчивается. Может, и не заканчиваться, если сохранить позитивное видение всех преданных и не пытаться их осуждать и оценивать. Тогда уцаха не будет майя. Уцаха будет просто уцаха. Энтузиазм просто энтузиазм. Как бы духовный уровень. Но если мы начнём смотреть как судьи друг на друга, недостатки выискивать, проблемы выискивать, на них сосредотачиваться, то можно потерять вкус. Вот это рискованная позиция. Не надо идеализировать преданных, выдумывать что-нибудь сказочное, но не надо их и критиковать. просто нужно видеть адекватно, видеть за счёт чего мы их уважаем, видим их прогресс, их попытки прогрессировать, за это уважаем. А то, что у них что-то не получается иногда, они имеют слабости человеческие, это неважно. Это мы видим, но мы не делаем из этого драмы и не разочаровываемся от того, что вдруг увидели, что кто-то пал, или там что-то с ним произошло не так и не сосредотачиваемся на этом. Тогда мы будем хорошо прогрессировать непрерывно долго, с энтузиазмом, без всяких падений, без всякой политики, без всякой критики. Всё тогда будет хорошо. Поэтому надо фокусировать своё внимание на таких позитивных сторонах друг у друга. В Гуру их много. Гуру это основной источник позитива, он весь безупречен, а в других преданных всего по чуть-чуть. И вот всего по чуть-чуть мы из этого чуть-чуть всегда берём лучшее. То есть то, что поддерживает сознание Кришны, то, что с какие-то слабости анартии мы их просто обходим стороной. Мы видим их, но не придаём им значения. И тогда будем расти. Если начнём критиковать и внедряться в эти проблемы, с головой, мы потеряем вкус и не сможем дальше прогрессировать на долгое время. Самое главное любить вайшнавов. Если мы утвердимся в этом, то нам ничего страшного с нами не случится. вайшнавов. бывает, что что-то недопонимают или какие-то у них бывают с преданными недопониманиями или тёртости и обижаются, и они уходят потом. Есть ли возможность вернуть таких преданных? Допустим, если говорят, что это один случай, и второй случай, если говорят, как бывает на начальных этапах, люди очень много напитываются, и они даже музыку иногда не слушают, говорят, это всё мая, а потом они вот так напитываются, 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 а потом у них срыв такой идёт, и они музыку слушают, и они кайфуют, говорят, вообще, я так музыку послушал, мне так классно было, обычную музыку имеется. И вот как таким людям говорить, что это так временно? Те, которые обиделись, значит, смотря насколько люди обижены, бывает, вообще обида это тамагуна, если так честно сказать, само состояние обиды выдаёт человеке тамас. Поэтому человек, который более-менее в благости, он долго не обижается, все чуть-чуть бывает обижаются, но если это настойчивая позиция обидчивости, то это тамас. Такому человеку труднее помочь, потому что он наслаждается этим своим обидчивым состоянием, а это трудно вывести его из него, потому что ему нравится, это его философия. И тут нужно помогать каким-то таким образом не поддерживать эту обиду, то есть не обсуждать с ним какую-то критику, как только он начинает обсуждать какие-то свои обиды, переводить всё время в другое русло, зато вот это, а зато вот это, а давай вообще про отношения не будем говорить, говорите с ним больше о какой-нибудь философии, о чём-нибудь возвышенном, не о личных вот этих проблемах, где чувства затронуты. На мой взгляд, мы сейчас слишком много говорим просто о чувствах, которые затронули нам, или мы кому-то, хотя в философии полно других тем. обязательно всё время говорить о том, что мы почувствовали или не почувствовали. Переводите в это русло всё. Если он настаивает на этом, то просто дружбу с ним поддерживать на расстоянии, чтобы он знал, что есть преданные, которые его дружат, любят, и он через это будет связь сохранять. Главное, чтобы не озлобился в принципе на всё движение и на всю философию. Если не озлобился, то можно как-то поддерживать отношения. И что касается людей, которые сначала жёстко практикуют, значит, они от всего отказываются, музыка, культура, искусство, все вот эти человеческие ценности, они выбрасывают как иллюзию и пытаются имитировать Арамахамсу, который, значит, только Кришну хочет, только Святое Имя, только Кришна. Это симптом такого вот человека, кто пытается подорожать у там Атхикари. Вот он рискует, что вот этот маятник, который он раскачивает, переметнётся, потом в другую сторону. И так, как правило, и происходит. Сначала в одну сторону он тянет этот маятник, и когда точка невозврата пройдет, он падает, то есть он не может пересечь до конца, это всё, и вот точка определенный предел, и он возвращается. И становится бывает вообще жутким человеком. Например, Харата Махараш, скажите, как можно было влюбиться в оленя? Как можно влюбиться в животное, если вот у него были царицы, царство, семья, он всех их любил, потом он ушёл в отречение и уже достиг каких-то высот, и вдруг он не то, что вспомнил цариц, захотел к ним вернуться, а просто маленькое животное беспомощное полюбил больше, чем всех, кого бы то ни было. Это было как бы результатом долгого сдерживания чувств, которые он как бы удерживал, 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 они накопили вот эту вот хаву, вот эту силу. И появился оленёнок, и он перенёс всю силу чувств на это маленькое животное и как бы обезумел, стал его обожествлять. И вот что-то такое может происходить, когда мы достигаем какого-то пика просто сдерживания чувств, то они возвращаются с новой силой вплоть до извращений. То есть человек окунается по полной, в полную грязь хочет нырнуть. Но с другой стороны, когда человек ныряет в полную грязь, то потом, когда он достигает там какого-то предела, он бывает его отталкивает в святость. Бывают такие люди в этих вот в тюрьмах. Приговорили убийцу к смертной казни, и вдруг у него появляется сильное раскаяние, сильная жажда читать Священное Писание, вдруг настолько присытился своими грехами, что прямо тянет к духовности. Это потому, что джива имеет пограничную природу. И вот в сознании Гришны нужно не раскачивать маятник туда-сюда, а идти вот таким серединным путём в благость. как Кришна говорит, йога может быть тот, кто не спит слишком много или слишком мало, не ест слишком много или слишком мало, он должен держать баланс. Здесь этот баланс необходим. И если он двигается вот так естественно, то его не будет слишком увлекать музыка мужская, но и слишком отвращение не будет вызывать, он будет нейтральным. кино будет нейтрально к этому относиться, нейтрально ко всем этим соблазнам этого мира будет относиться и будет поэтому неуязвим к этим вещам. К духовной жизни больше склонен, а к этим нейтрален. Не будет их вот так обожествлять. А позже Уттаматхикари он просто видит всё в связи с Кришной, для него нет мирских песенок или поэзии мирской, он всё это видит связанно с сознанием Кришны, и поэтому майя не может на него повлиять никак. Он просто во всём видит Кришну, не имитирует это видение, а просто видит, правда, вот видит, всё ему напоминает именно о Кришне, там падения не страшны. Поэтому будьте осторожны, когда вы следуете яма-нияма, вот эти две практики, яма-нияма, например, запреты не должны существовать просто как запреты, на любой запрет должен быть также позитивный, позитивная альтернатива. Допустим, если просто человеку сказать «не ешь мясо», так нельзя. Вместо мяса даётся просад, вместо азартных игр даётся что-то более интересное, путешествие в сознании Кришны, пропа и в сознании Кришны. Вместо одурманивающих веществ даётся высший вкус киртана, и в киртане человек может так опинеть от такого духовного экстаза, что не нужны ему никакие одурманивающие вещества. И то же самое сексуальная энергия, тоже человек должен получить замену, хорошую замену, и тогда всё в порядке. Но если он просто запрет практикует, а не получает лекарства, то у него ничего не получится, он не сможет просто на запретах продержаться. Мы должны проследить внимательно, где мы себе что запретили и что мы дали взамен. Обязательно что-то должно быть дано взамен. В сознании Кришны мы же не майя ради. Мы всё практикуем очень практично, всему даём замену. Тогда не будет таких откатов. Если же откаты произошли, то нужно подождать, когда человек несколько раз так может метнуться, потом постепенно вот так уравновеситься и баланс находит. Если он в другую сторону переметнулся, нужно просто подождать, поддерживать отношения, напоминать о сознании Кришны без фанатизма, и он потихоньку вернётся. В какой момент он попробует здесь, попробует там, попробует здесь, попробует там, потом скажет, всё, выбираю сознание Кришны, надоело, там всё перепробовал, вкус пропал. Вкус пропадёт со временем, и уже человек не сможет к нему вернуться. Когда у змеи выдавливают яд, язык жала остаётся, но оно уже не жалит. Также из чувств можно извлечь вот эту вот раму, и они будут как бы бессильны, и даже если такого человека перед ним, не знаю, в самолете покажут как он кино, он не сможет его смотреть, ему будет скучно просто видеть этот фильм, но он не будет возбуждаться, просто будет нейтральным, не сможет распробовать этот вкус, хотя раньше может с ума сходил от него, но так как он очистился, теперь он не может, мясо не может, алкоголь не может, даже не может радоваться тому, чему радовался раньше, становится перепрограммирован внутренне, он будет так жить, допустим, когда читает Бхагава, чувствует, что все хорошо, как только не читает, будет чувствовать, чего-то не хватает, плохо мне, он скажет, ну пойдем в театр, пойдем туда-сюда, он говорит, все не то, что-то не интересно, скучно, засыпает, когда что-то интересное происходит, с мирской точки зрения, все деньги считают, всем интересно, все возбуждено, читается к этому, как шукады логи с вами, произойдет постепенно, но маятник не надо качать слишком. Спасибо большое, у меня еще один вопрос, вот вы говорили, что нужно пройти этот путь, конечно, от якории, желательно побыстрее, а вот какова позиция, вот, потому что мы не можем быстро тогда и достичь махиам от икарии, но все-таки позиция, она же должна быть какая-то, что, ну, понятно, что у меня очень много недостатков, но в то же время я учусь, вот это должна быть позиция, или как, на что медитировать надо? Да, мы должны сначала понять, что у нас есть недостатки, это очень хорошо, и желать очиститься, это значит, что мы в гуне благость, желание в гуне благость, это желание есть люди, знаете, все время очищают свой организм, клизмы делают, а есть духовные люди, которые постоянно работают над вот этим тонким телом, они хотят очиститься, и вот это стремление очиститься даст нам постепенно такой разум, который будет все время вести нас этим путем, и когда мы в нем утвердимся, будет хорошо, мы утвердимся на этом уровне, как бы неожиданно, знаете, как растет растение, вот растет, растет, вроде маленькое, маленькое, бах, смотришь, оно выросло, надо же, оно выросло, или как ребенок, он маленький-маленький в пионерский лагерь съездил, приехал, смотришь, большой стол, и вы на себя смотрите, взяли, о, я большой стол, и очень трудно понять, где этот переход произошел, просто вы выросли, как бы незаметно для себя, оп, и все, уже зрелый, и уже, конечно, от икария в нем мало, все, больше матхиама, сейчас надо добавлять элементы матхиама, образ жизни, как матхиама живет, дай-ка я так попробую, что он обычно делает, дай-ка я так попробую, и вот мы пробуем, пробуем, потом привыкаем, потом утверждаемся, так же, как мальчишки, вот они смотрят, о, как там живут вот эти герои, тот герой, думает, о, вот он там штангу поднимает, и они в подвале тоже делают штангу, и тоже поднимают штанги, имитируют, у них не получается, но что-то похожее, они подражают, а потом смотрят, они уже могут так же, а потом это становится частью их жизни, и они стабилизируются в этом, то есть этот процесс происходит так вот, плавно переход, и потом какой-то момент раз, все, и осталось и следа от конечной от хитарии. Спасибо большое. А вот возвращаясь к тому вопросу, вот человек, который пересытился в философии, о чем с ним можно говорить? Вы говорили, что нужно просто поддерживать отношения, как бы говорить, но если он философию не воспринимает, ну, как бы реализацию ты же не поделишься с ним, вот какая лекция была, там так говорили, вот о чем тогда говорить, как бы, чтобы как-то напоминать? Философии пресытился, но философ не может пресытиться философии, потому что там вкус и глубина. Человек пресыщается философии, когда размышлять не умеет, потому что он прочитал книги все, ну, все вроде, уже все прочитал. А настоящий философ, так как он размышляет все время, просто над одним стихом, то ему постоянно, ему вообще времени не хватает, он прочитал один раз, другой раз, потом зацепил его какое-то слово или одно шлок, и он над ней думает, у него выстраиваются целые там, знаете, огромные такие композиции всяких идей и мыслей, и он просто вовлечен, как бы, в медитации находится, ему скучно не может стать, но скучно становится тем, кто на уровне чувств, вот они, как бы, новенькая информация кончилась, ну все, я уже что-то хочу новое, пойду-ка я еще куда-нибудь, и он ищет, бегает по миру, как бы, ищет новое, это выдает в человеке гону страсть, поиск нового, и тогда ему нужно как-то, да, давать сознание Кришны привлекательно сказать, либо попробовать дать глубину, ну тогда вы сами должны быть философом, и показать ему, что в глубине есть разнообразие, смотри, вот эту шлоку ты читал, а ты думал о ней вот с такой точки зрения, и вдруг раз открываете ему ее с другой точки зрения, он скажет, ух ты, я так никогда не думал, оказывается интересно, и у него интерес снова появляется, либо отвлечь его на другие аспекты сознания Кришны, просто пение Киртана, или паломничество, пойдем попутешествуем, ты же любишь путешествовать, поедем, и само паломничество дает постепенно очищение и разум человеку, начинать думать философски, ногами ходит подхами, или просат его тоже, или вовлекать его в какие-то такие фестивальные сознания Кришны, когда надо галока-фест или какой-то фестиваль организовать, ты организатор, ну-ка давай, может у него есть способность все организовывать, и он там кипит, бурлит, ему нравится тусоваться. Тогда в таком ключе в сознании Кришны много всяких сторон, которые могут привлечь и давать нужно этому человеку по его рецепту что-то подходящее подобрать и главным образом поддерживать чисто человеческую дружбу как связующее звено, чтобы это нить не прерывалось никакими философскими нашими разногласиями, чтобы он совсем якорь не потерял и не уплыл куда-то далеко в сторону. Некоторые предные приходили, я помню, даже в Алматинской ятре столько было хороших ребят, молодых, талантливых, но когда они не смогли себя здесь найти, ни в храме, нигде, они как бы не смогли, вроде как бы брамачари, вроде не мое, это вроде не мое, и кого куда сейчас унесло, кого-то я в Москве встречаю, кого-то вот иногда тут встречаю, но они уже не могут назад интегрироваться, им кажется, что они переросли и ушли, а на самом деле они не нашли места, потому что иногда не надо искать место внутри какой-то одной ядры или просто внутри какой-то организации, ищите самого себя просто, самого себя, раскрывать и независимо от места, от почвы, что все-таки организация может навязывать нам какой-то стереотип, тут востребован такой-то проповедник и такой-то киртани и повар, а я, например, просто деньги умею зарабатывать и все, и я как бы не нужен, а тут вроде не заработаешь, но так можно уйти в большой мир и стать мультимиллионером, а потом вернуться с этими мультимиллионами и вложить это в движение и расширить его, и тоже будет польза большая, и когда люди не понимают широко сознание Кришны, они думают, что они из него вышли, хотя они в него даже не вошли, потому что они отождествляют сознание Кришны с местечковым таким пространством, с одной бхакти-врикшой или с одной ядрой, и думают, вот оно, сознание Кришны, а там уже его нет, не видят его как бы шире, и не могут себя найти. Поэтому таким молодым, перспективным нужно дать возможность реализоваться, как бы, не отходя, чтобы они поняли, что некуда уходить, что одновременно при этом они свободны. Спасибо большое, что вам. Харе Кришна, я перенесла вопрос, я об этом написала, потому что уже 7 часов. Спасибо, Харе Кришна. Хорошо. Тогда и мне ничего не остается, а что-то пробовал как вас поблагодарить, поблагодарить всех участников. Сейчас попробуем все, что вы уже сказали, не расплескать и до новых встреч, до новых наполнений Шри Иши Панишат. Харе Кришна. Да, шва-права-пады-ки, чай. Спасибо большое, что-то пробовал. Харе Кришна. Спасибо. 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 Спасибо.